МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. План-перехват. Но Чебоксарский из колонии строгого режима сбежал заключенный. Праздник большого кино. Вот эта вот жажда национальной идентичности, появление этнического кино у нас, вот оно просто, начиная с картины овсянки, оно начинает потихоньку возрождаться. В Чебоксарах открылся международный кинофестиваль. И парадом по Севастополю. Чебоксарские кадеты вернулись из Крыма. Сегодня все оперативные службы Чувашия были подняты по тревоге. Из новочебоксарской колонии номер 3 сбежал заключенный. 28-летний Роман Сидоров, осужденного Чебоксарским городским судом, 4 года назад, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такой приговор ему вынесли за убийство и кражу. Наверное, готовился, не просто так изучал и действующую систему, и расположение там постов, и, как сказать, где какая охрана, какая система сигнализации. И не без этого. Значит, ранее отбывал, ну как неоднократно отбывал наказание. Кроме того, есть информация, что служил в воздушно-десантных войсках, наверняка имел какие-то навыки. В колонии, проведенной прокуратурой проверкой, выявлено нарушение уголовного исполнительного законодательства в части обеспечения охраны и оперативно-русной работы. Решается вопрос о внесении представления в адрес начальника УФСИН по Чувашии. К не последней роль здесь сыграл и человеческий фактор, наверное, и действия сотрудников. И здесь даже спорить невозможно, что ненадлежащая организация по охране осужденных, работа по охране осужденных колоний. Сейчас все причастные службы устанавливают все обстоятельства происшествия. Эксперты утверждают, что это первый побег за 7 лет. В сети появились фото и приметы преступника. Свою оценку действиям правоохранительных органов и сотрудников колонии даст и Следственный комитет. Теперь к новостям более позитивным. Праздник Большого кино вернулся в Чебоксары. Сегодня в столице Чувашии состоялась торжественная церемония открытия Чебоксарского международного кинофестиваля. В эти минуты на больших экранах показывают первый фильм из конкурсной программы. Картину «Она» представила режиссер Лариса Садилова. Об особенностях нынешнего фестиваля журналистам рассказали его организаторы и члены жюри. О звездах и их юбилеях, а также гостях из рубежа, которые неплохо разбираются в российском кинематографе, сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. По традиции, за несколько часов до торжественной церемонии открытия Чебоксарского международного кинофестиваля его организаторы собирают журналистов на пресс-конференциях. Прошлые годы их проводили после каждого кинопоказа, но в этот раз от такого формата решили отказаться. Зал Национальной библиотеки на этой встрече с пишущей братьей заполнился до отказа не только из-за того, что проводить их будут так редко. Здесь журналисты получают аккредитацию на все мероприятия, которые проводятся в рамках кинофестиваля. Всем нам вручают вот такие бэджи. Но главное другое. Именно здесь есть возможность пообщаться с членами жюри. Обычно сюда они приходят в полном составе. Правда, в этот раз встретиться с пишущей братьей смогли не все члены жюри. Завесу главной интриги организаторы приоткрыли еще до приезда гостей. К разочарованию многих пресс-конференция прошла без участия Глеба Панфилова и Инны Чуриковой. Но журналистов поспешили успокоить. Супруги отдыхают в гостинице после дороги. Вообще в дирекции фестиваля не скрывают. Пригласить таких звезд в провинцию, тем более накануне кинотавра, довольно непросто. Но сделать это удалось. Именно в Чебоксарах Глеб Панфилов планирует отметить свой юбилей. 21 мая ему исполняется 80 лет. Но в это верится с трудом. Это не просто факт биографии фестиваля, а это факт истории кино. Я хотел бы, чтобы вы это обязательно зафиксировали. Вообще Чебоксарский международный кинофестиваль в этом году полностью оправдывает свой статус. В жюри конкурса игровых фильмов вошли представители Кореи, Чили и Узбекистана. Сангву Хонг уже давно знаком с российским кинематографом. Он не раз оценивал картины на подобных провинциальных форумах. Причем на родине кореец является членом Совета Ассоциации Русского Языка и изучает нашу культуру. Говорит, что здесь снимается много достойных фильмов. Особенно в последнее время, например, Шапито Шоу, который получил приз на Московском кинофестивале, даже в Корее показывали. Не отстают от индустрии прокатного кино и провинциальной студии. В этом году на конкурсе национальных фильмов представлено более 10 работ. Поборются за призы картины чувашских режиссеров. Организаторы отмечают, что в последние годы фильмы о малых народах начали снимать чаще. Причем заметно повышается и их качество. Но критикам важно, какой смысл они доносят до зрительской аудитории. Ну вот эта вот жажда национальной идентичности, появление этнического кино, у нас вот оно просто, ну начиная вот с картины овсянки, оно начинает потихоньку возрождаться. В этом году в рамках международного форума на чебоксарских экранах будет показано много редких картин. Шедевры масс-фильма, ленты, которые уже побеждали на престижных фестивалях. Организаторы уверяют, что в этот раз в Чебоксары все-таки приедет Карен Шахназаров, а вместе с ним и Александр Панкратов-Черный. Наряду с чебоксарами праздник большого кино состоится в Батырево и селе Красное Читая. Сюда по традиции приедет заслуженный артист Сергей Фетисов. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Ремонт дорог и оздоровительную кампанию. 2014 глава Чувашия и члены правительства обсудили с руководителями муниципалитетов. Кузпрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья в Чувашии выполняется. Регион на хорошем счету у Минстроя России. Нам даже пообещали выделить дополнительное средство, заметил глава Чувашия. Однако сложности все-таки есть. Во-первых, подрядчики не очень охотно участвуют в аукционах. Органы власти могут приобретать новое жилье по социальным ценам, а они заметно ниже коммерческих. Во-вторых, возникают проблемы из-за метража старых и новых квартир. Мы строим, проектируем другие площади. Разница возникает. То есть, с целью надо в каждом отдельном случае отдельно смотреть, оценивать, как мы будем находить варианты решения. Сложности с проведением аукционов возникают и при ремонте дорог с использованием средств Дорожного фонда Республики. Министр транспорта Владимир Филиппов отметил, всего на восстановление старых и строительство новых магистралей в этом году будет выделено более 2 миллиардов рублей. Глава Республики напомнил, сезон короткий и сроки должны соблюдаться неукоснительно. По строительству автомобильных дорог местного значения из 11 объектов на сегодняшний день на 8 объектах ведутся работы. И предполагается завершение сроков ремонтных работ конец июля 2014 года. Но здесь есть 3 объекта, которые на сегодняшний день не полностью определены, проведены аукционы. Это Вурнарский район, 2 объекта и Шумерлинский район, 1 объект. По ремонту дорог в городских округах из 5 городов на сегодняшний день ведутся работы в городе Чебоксаре по проспекту Ивана Яковлева на реконструкции дороги. И 2 июня состоится аукцион на ремонт автодороги улицы Композитора Воробьевых. Значит, по Канаж, Шумерле, Новочебоксарск работают, ведутся, но не в полном объеме. Участники совещания также рассмотрели вопрос организации летнего отдыха и оздоровления детей. В этом году будет на 48 лагерей больше, чем в 2013-м. Соответственно, отдохнуть смогут на 9 тысяч детей больше. Всего же за летний период планируется организовать отдых и оздоровление для 72 тысяч ребят. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. Более 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета поступят в Чувашию в 2014 году на финансирование объектов капитального строительства. Эти цифры привел представитель кабинета министров Чувашии Иван Моторин на еженедельном совещании с членами правительства республики, которое провел глава Чувашия. Из 6,5 миллиардов рублей в республику уже поступили 30%. Эти средства направляются на реализацию федеральных адресных программ. На финансирование объектов республиканской программы предусмотрены 5,5 миллиардов. И больше половины из них – субсидии из федерального бюджета. За счет этих средств предусматриваться ввести 12 дошкольных образовательных учреждений на 221 место. В каких районных городах вы видите на слайде? Две общепрозовательные школы в Канадском и Чебоксарском районе. 20 модульных фельдшерских и кушерских пунктов. Также 6 объектов спорта. Планируется также построить более 2000 километров дорог в городах Чувашии. А при поддержке федерального бюджета будет продолжено строительство очистных комплексов в Цивильске и Бресе-Хешле-Шахазана Канадского района. Федеральные средства также пойдут на обустройство защиты от паводковых вод над реке Цивиль, строительство индустриального парка, ледового дворца и центра развития маутинбайка в Чебоксарах. Есть задержка по реализации плана мероприятий и строительства объектов, которые должны быть реализованы к юбилейным датам. Но тут власти республики заняли жесткую позицию. По всем сегодня объектам праздничным дано четкое разъяснение со стороны Минрегиона в филиал казенного учреждения о том, что объекты празднования должны быть приняты к рассмотрению. Эти объекты должны быть построены или реконструированы или отремонтированы. Сейчас ответы пишут. Иной раз, конечно, читаешь, ссылку делают на Крым. Федеральная структура такой ссылки вообще не должна делать. Глава Чуваши подписал указ о предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской республики. Руководитель госслужбы по конкурентной политике тарифам Альбина Егорова пояснила, что с 1 июля тарифы вырастут в среднем на 4%. Это будет последнее повышение в текущем году. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Жители Новоюжного района, которые добираются на работу в центр и обратно, наконец-то вздохнули спокойно. Пробки на дорогах стало меньше, а вот жители Северо-Западного, наоборот, стали ощущать трудности передвижения. Начался ремонт московского моста. Администрация города обратилась с просьбой к автомобилистам по возможности пересесть на общественный транспорт или выбирать пути объезда. Они приведены на схеме. На московском мосту в Чебоксарах ограничено движение. Уважаемые чебоксарцы-автомобилисты, вы сдержитесь от поезда к наличным автотранспорте по данному участку дороги. Маршруты объезда организованы по улицам Калинина, Константина Иванова, Крылова и 30-й автодороги. Чебоксарские кадеты приняли участие в параде победы в Севастополе. Ребята были приглашены на первый слет кадетско-казачьих корпусов и военно-патриотических клубов. В Крыму юные патриоты побывали в гостях в частях Черноморского флота и МЧС. Ребята сходили в поход по партизанским тропам и приняли участие в реконструкции одного из боев Великой Отечественной войны. О своих впечатлениях они рассказали нашей съемочной группе. 19 воспитанников Чебоксарской кадетской школы имени Кочетова приняли участие в первом слете кадетско-казачьих корпусов. Туристко-патриотический слет прошел в Севастополе. В соревнованиях приняли участие ребята из 28 регионов России. Мы там принимали участие в военных соревнованиях, спортивных соревнованиях, туристических соревнованиях. Естественно, мы туда поехали не просто занимать места, а еще набираться опыта, своего опыта. Мы привыкли общаться между собой, а вот с другими нациями мы мало общаемся. И больше всего понравилось только общаться с нациями другими. Команда из Чебоксарской кадетской школы заняла второе место в соревновании по установке палатки. Состязаться пришлось не только в военных и туристических дисциплинах, но и в танцах. На набережной Севастополя был организован кадетский бал. Был страшноват сначала, но потом мы привыкли, что на нас смотрит стоп и глаз. И мы выступили хорошо. Конечно, призовое место мы не взяли, хотя там тоже были разные номинации. Но тем не менее, сам факт того, что они участвовали в этом кадетском балле, это, конечно, очень знаменательно. Приняли участие в параде, посвященной 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 70-й годовщине освобождения города Севастополя. Наши кадеты участвовали в бессмертном полку, несли транспаранты героев Советского Союза, героев России и почетных граждан города, героев Севастополя. Помимо соревнований, кадеты посетили много экскурсий, в том числе побывали на знаменитом паруснике Крузенштерн. После этой поездки некоторые ребята точно решили, кем хотят стать в будущем. Мне понравилась поездка в Севастополь, я очень хочу стать моряком, из-за того, что я был на корабле Крузенштерн. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика. 19 мая по-прежнему день рождения пионерии. И хотя самой Всероссийской организации уже 20 лет как не существует, юные ленинцы еще встречаются, например, сегодня на площади Республики. Клятву везде быть первыми сегодня дали ученики городских и районных школ нашей Чувашии. Традицию посвящения в пионеры решили возродить и продолжить в горкоме при КПРФ. На торжественной линейке ребятам завязали красные галстуки пионеры 50-х годов, пожелав достойно пронести это звание по жизни. Мне нравится быть пионеркой, это очень хорошие ребята, и я тоже пытаюсь становиться все лучше и лучше. Прошло немало лет, многое поменялось, изменились взгляды. И принципы людей, ну как известно, новое – это хорошо забытое старое. Так современные школьники оказались продолжателями лучших идей и традиций советских пионеров. Нина Куропаткина, Антон Вовк, Республика. В Чувашском художественном музее состоялось открытие музейно-выставочного проекта «Новое поступление». Событие посвящено 75-летнему юбилею музея. Выставка «Новое поступление» богата тематическими и жанровыми произведениями, где можно увидеть живописные пейзажи, элементы быта и традиции чувашского народа, тенденции развития образовательного искусства 20-го – начала 21-х веков. Эти картины поступили в музей как дары художников, наследников и частных владельцев. За 10 прошедших лет количество экспонатов выросло на 2,5 тысячи. Более ста из них – произведения малоизвестных мастеров русского, отечественного и чувашского искусства. Чувашский художественный музей широко известен по всей стране. В его запасниках – ценнейшие фонды и коллекции. Собрание музейных предметов насчитывает более 28 тысяч единиц. В выходные в Чувашском национальном музее по заведенной традиции собрались полуночники республики. С ними, как и с героями известной книги Скотта Вестерфельда «Полуночники. Тайный час» произошли невероятные приключения, где час растянулся на миг, который останется в памяти надолго. Таким образом, национальный и другие музеи присоединились к всемирной акции. Победить в честной борьбе, отведать национальные блюда и посоревноваться в беге с коромыслом – все это можно было сделать в минувшее воскресенье. В Лакреевском парке прошел национальный праздник Сабантуй. Он традиционно проводится во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашей республике. В переводе Сабантуй означает «праздник плуга». Поэтому проводился он после окончания весенних полевых работ. Несмотря на то, что празднику уже несколько сотен лет, он ничуть не потерял своей популярности. Лакреевский парк пестрил традиционными татарскими нарядами и украшениями. Тут же мастера народных промыслов продавали свои изделия. «Зов крови, можно сказать. Вот эта национальность, это чувство близких увидеть, родных, знакомых здесь. Очень мне это по душе». Организаторам Сабантуй в Чувашии удалось максимально воплотить в жизнь все традиции праздника. С большим концертом на сцене выступали коллективы из Татарстана и национально-культурной автономии «Татар» Чувашской республики. «Я очень хочу каждый год, чтобы такой праздник был у нас. Среди Чуваш, Татары мы очень дружно живем». Неотъемлемой традицией Сабантуй являются, конечно же, народные игры и борьба. Каждый мог проверить свои силы в перетягивании каната, беге с коромыслом и в мешках. «Я сам занимаюсь татаро-башкирской борьбой уже 13-й год, обладателем многих соревнований, турниров всяких. В Чебоксарах первый раз, а так участвовал в районах, в Чувашских районах, участвовал Сабантуй, занимал призовые места». Не каждый осмелился бы принять участие в соревнованиях национальной татаро-башкирской борьбы. Она во многом отличается от привычной для нас вольной. Риск получить перелом и вывих в ней намного выше. Но и призы соответствующие. По традиции, самому сильному из участников, а их было около 25, достается баран. И абсолютным чемпионом оказался уроженец из Чувашии Фердус Зайнулин, правда, ныне проживающий в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова